В Белогорском зоопарке появились новые обитатели. Львов и медведей перевезли из Донецкого и Мариупольского зоопарков. Животные адаптировались на полуострове быстро. Для них подготовили просторные вольеры и зимние домики. Отношения с крымскими соседями они уже наладили. В этом убедилась Анита Матвеева. Кто громче прорычит, тот и главный. Так новые обитатели зоопарка пытаются построить отношения с крымскими хищниками. Нужно изучить особенности каждого. Характера, особенности. 9 львов эвакуировали из Донецкого и Мариупольского зоопарков. Самому старшему 7 лет. На полуостров они переехали на ПМЖ. Здесь у них просторные вольеры, а во времени погоды звери могут укрыться в домике. Это вожак Донбасского прайда. Новички, которые переехали в Белогорский зоопарк, сплотились. Их перевезли 26 января. Адаптация прошла достаточно быстро. Все животные на контроле у ветеринаров. Присутствовали при разгрузке всех животных, смотрели на их состояние, на их все, и зафиксировали, и все. И теперь будем дальше смотреть на их поведение. Вообще, это не то, что сложно, это ужасная обстановка, где они находились. И слава богу, что они доехали успешно к нам. Еще эвакуировали пятерых медведей. Теперь они тоже станут постоянными обитателями зоопарка. Самая старшая из них – медведица Даша. У нее тяжелое прошлое. В это трудно поверить, но Даша 17 лет. Хотя выглядит она как годовалый медвежонок. В молодости она выступала в цирке. Ее рацион питания включал только воду с глюкозой. Так сотрудники хотели остановить ее рост. Аклиматизацию бывшая артистка прошла успешно. А в вольере она живет со своими сестрами. Косолапых кормят один-два раза в день. Их любимые лакомства – хлеб, фрукты, овощи и рыба. Транспортировка медведей прошла спокойно. Им дали небольшую дозу успокоительного, поэтому они очень быстро пришли в себя. Но вот один мишка решил все-таки даже уже в машине погулять. У медведей прекрасный аппетит. Медведям сколько не дай покушать, у медведей аппетит прекрасный. Наша съемочная группа навестила и херсонского друга Ламу Романа. Он был в первой группе животных, которых эвакуировали в ноябре из новых регионов. Скоро девочку привезут тебе. О, подружку. Донецка. Из Донецкого зоопарка планируют перевезти еще пять лам. Новые обитатели проходят ежедневные осмотры. 28 дней они находятся на карантине под присмотром специалистов. Они из тех зоопарков, которые сегодня, либо уже прекратили свое существование, как мы вывезли из зоуголка Херсона, из станции юных натуралистов. Это все прифронтовые зоны сегодня, там идут обстрелы. И в Донецке мы грузили львят, и взрывы, обстрелы, летали самолеты, вертолеты. Это все мы видели своими глазами. И диким зверям там сегодня в зоопарке просто некомфортно. Это не считая тех трудностей, которые связаны с содержанием. Транспортировку животных из опасных зон продолжат. Помимо лам планируют перевезти волка и собак. Анита Матвеева, Иван Евдокимов. Новости 24, Белогорский район.